Гадалки сходили, говорили, что мы где были вчера ночью, искали её. Короче, там около воды она вас не слышит, лежит, не может вам ответить, лежать туда бегом, она мёрзнет. Муж пропавшей Ольги, Алишер, уже с утра встретился с группой волонтёров и решил, кто и чем будет заниматься. Одни готовили и раздавали листовки, другие прочёсывали район улиц Айдарова и Копылова, где Ольгу видели в последний раз. Другие направились в лес близ Дербышек, туда родных направили экстрасенсы. По пути Алишер в очередной раз звонит водителю такси, который вёз Ольгу из клуба вместе с мужчинами. Он в отчаянии готов поверить во что угодно. Три экстрасенсы нам сказали, таксист замешан, говорит, по-любому таксист замешан. Ты скажи, вот мы сейчас едем в Дербышке, да, скажи, пожалуйста, где она лежит, Рушан? Я не знаю, я тебе клянусь, а лоха. Поиски в лесу продолжаются несколько часов. Ищут по приметам указанных экстрасенсами у воды и железной дороги. Проверили и у рек, и у водоёмов, но нигде никаких следов. Приехал к лесу даже таксист. Он старается убедить Алишера, что искать здесь не стоит. Вряд ли, по его мнению, речь вообще идёт о насилии. Не было никакого насилия, то есть они адекватные, нормальные все были. Она же сама, ну, то есть никто не тянул машину, она сама села в машину. Таксист просто считает, что жена боится вернуться к мужу после ночи, проведённой вне дома. Но Алишер не верит и вновь едет в авиастроительный район, к дому, где нашли разобранный телефон Ольге. Он уже не знает, что и думать. Уж три дня я не могу, я три дня не сплю, не ем, не пью. Я не знаю, что мне сейчас делать. Не знаю, кого попросить, чтобы помогли мне найти её живой или мёртвой. Найти мне её сейчас надо. В настоящее время полицейские разыскивают мужчин, сопровождающих Ольгу Шамышеву. Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах этого происшествия, МДТ Торстана просит сообщать по телефону 02 или 052. Анонимность гарантируется. Ждут любой информации и родные пропавшей Ольге Шамышевой. Пока оперативники ищут мужчин из ночного клуба, они намерены начать поквартирный обход дома, у которого нашли телефон. Что делать после этого, пока непонятно. Других зацепок в деле нет. Динар Усманов, Талгат Бегимов, телеканал «Эфир».